Книга «Открытый моком», 22-й том, тема «Крещение», вопрос 3479. Говорят, что срок оглашения у вас может быть снижен до нескольких месяцев. Если оглашенный или оглашенный вступает в враг, чтобы не венчать ни членов церкви. Раньше в колхозах было так, чтобы выехать вообще никто из девчат не мог. И если только замуж выходила, она могла расстаться с колхозным рабством. И если кого вы крестили с сокращенным сроком оглашения, каков в дальнейшем был результат? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такое было у нас только один раз за 16 лет существования нашей общины. Когда оглашенную крестили за 4 дня до венчания. Результат самый плачевный. И она и жених, хотя до этого были члены общины, отпали, восстали безумно на то, чем жили. Опыт отрицательный, тоже есть опыт. На пользу последующим, чтобы создать положительный результат в дальнейшем. Об этом венчании можно прочесть за слово «Боже не тушь» страница 269 по 274. Корреспондент подредактировал для Красного Словца. Минувшее воскресенье для членов общины стало не совсем обычным. Сочетались браком сразу две пары. Вячеслав Волков, бывший курсант военного училища, с Анной Игнатовой, студенткой ветеринарного факультета аграрного университета. И Роман Шимко, выпускник педагогического университета, с Аленой Беленковой, студенткой того же факультета, что и Анна. Эти строгие правила чуть были не встали на пути двух молодых пар. Невесты оказались некрещенными, да и вообще в общине они были менее трех лет. Однако после долгих споров решили допустить к окрещению. И невест крестили в ночь перед венчанием. 7 июля 2007 года было заседание Совета общины. Определяли, пора ли крестить оглашенных. Заслушали поручителей. Мир вам, братья и сестры. Прошу прощения, что не могу присутствовать на церковном совете по поводу крещения Юлии, так как обстоятельства на работе не позволяют мне это сделать. Я являюсь поручителем у Юлии. За Юлию я поручаться не могу, так как что у нее внутри, я вообще не знаю. На контакт со мной она ни под каким видом не шла. Старательно меня избегала. Я один раз сама попыталась поговорить, но разговор получился односторонним, с моей стороны. Обо мне она вспомнила и позвонила сегодня в пятницу, так как надо было что-то написать о ней для церковного совета. У меня сложилось впечатление, что она затаилась, чтобы выйти замуж, а крещение будет автоматическим, ведь батюшка в этом случае никуда не денется и окрестит. Но это мое мнение, оно может быть ошибочным, а если это так, то Юлию мне очень жаль. На мой взгляд, Юля к окрещению не готова, и вот почему. Во-первых, слишком маленький срок оглашения, за который мы человека практически не узнали, особенно с его лучшей человеческой стороны. Я по большей части знала Юлию с ее худшей стороны, так как мне приходилось с ней жить под одной крышей у полугода, да и в лагере она была часто. Во-вторых, что с ней творилось буквально за два года до этого момента, поносила мать, кидала зрац на нее, буквально бесновалась, когда мать молилась или собиралась в церковь. А ведь до этого она молилась, и при том почти в совершенных летах. На мой взгляд, это настоящие признаки одержимости, и так просто это с возрастом не проходит. То, что она ходила на занятия, она на проповедь службы, безусловно, много значит. Я в ней духовного перерождения не заметила. Рожденный свыше ищет общение с родными ему по духу. У Юлии нематерен характер, она девушка очень общительная, но для меня она закрыта на все запоры. Может, у нее ко мне есть какое-либо личное неприятие, я допускаю. Ну, а Жолнирова Нина Александровичем была нехороша. Но она также ее поручитель, и ни с какой стороны не могла к ней подобраться. Почему она ее зазирала? При голосовании о Юлином крещении я воздерживаюсь. Юля не торопилась с крещением. Батюшка все равно тебя замуж выдаст. И Бог даст, у тебя все будет хорошо. Отсутствие навыков в христианской жизни, стервозность твоего характера, животолюбие, которое мать в тебе с таким усердием культивировала, хамовитость и наглость могут привести тебя к страшному крушению. Дай развиться доброму в тебе, ведь оно у тебя есть. Страшно будет, если будешь иметь семь злейших, и не будешь рада самой себе, и не принесешь радости тому, кто будет с тобой рядом. Храни тебя Господь, сестра Наталья. 6 июля 2007 года. Церковному совету Крестово-Звиженской общины от Жолнировой Нины Александровны. Члена общины поручительницы Юлии. Мое мнение о ее крещении такое, что этот вопрос сегодня решается сам по себе, как бы автоматически. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в первую очередь решается вопрос замужества. А с крещением и так все понятно. Мое отношение к предстоящему крещению пишу по просьбе Юлиной мамы. А написать о Юле мне нечего. Занятия в университете Юля посещала, посещала храмовые занятия, ходит на богослужения. К общению Юля не расположена, поэтому беседа с ней ни разу не состоялась. На мои вопросы я всегда получала однозначный ответ, да или нет. Вот и все, что я могу написать. 6 июля 2007 года. В крещении было отказано сесть студентке медуниверситета в возрасте 20 лет, но бракосочетанию это не мешает, потому что на это есть правило. Четвертый Селенский Собор. Правило 14. Поскольку в некоторых епархиях позволено чечицам и певцам вступать в брак, то определил Святой Собор, чтобы никому из них не было позволено брать себе в жену и на верную, чтобы родившиеся уже дети от такого брака и прежде всего уже крестившие их у юритиков приводили их к общению с кафолической церковью. А не крестившие не могли крестить их у юритиков, не совокуплять браком с юритиком или иудеем или язычникам. Разве в таком только случае, когда лицо, сочетающееся с православным лицом, обещает прийти в православную веру? А кто приступит к сие определения Святого Собора, тот да подлежит епитимии по правилам апостольским 26 и 45, 6-го Селенского Собора 6 и 72, Владикийского Собора 10 и 31, Карфагенского 30, 6-м Вселенским 72 правило. К месту сказать, что к окрещению готовилась еще одна душа – девица. Мое мнение о Елене, что ее можно допускать до крещения. Я у нее поручителем не была, но мы с ней общались и в лагере, и в городе. В лагере, конечно, больше не смотря на столь юный возраст, 13 лет. У нее серьезные духовные рассуждения, глубокий самоанализ. Она ведет дневник, она сильно переживала, что никто не занимается с ней по вопросам к крещению. Когда я с ней стала беседовать по вопросам, то по ее ответам, рассуждениям поняла, что помимо знаний есть искренняя вера в Бога. На мой взгляд, она готовая к христианкам. О чем говорит ее кроткий, добрый характер, она послушна, недерзкая, старательная, терпеливая и непритязательная. Но плохо, что замыкается в себе и трудно добиться, о чем она переживает. Насколько она независима в вопросах выбора от своей матери неверующей, мне рассуждать трудно. Это лучше спросить у нее и ее отца. Но смотря по прошлому году, и этому я вижу, что она идет в противовес своей матери, тянется к братьям и сестрам, духовно растет. Я голосую за ее крещение. 6 июля 2007 года. Золото и серебро утверждают сапы, но надежнее того и другого, признается добрый совет. Премудрость Соломона 8.9. Посему я рассудил принять ее премудрость в сожитие с собой, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. В закатных лучах тот цветок не зачах, на фото девица в крещальных одеждах. Такие смущая не раз палача, они на арене герои, как прежде, и где-то чуть ниже, а может и рядом, рыкающий лев, как орудие зла, и тешатся зрители зрелищу рады. История мира в подобных узлах. Прошло освещение водных естеств. Вопросы отвечены правильно, кротко. Сегодня крещение высветит крест и смоет незримо грехи и пороки. Факел, зажженный энергией духа. И дух в помазании сходит незримо. Пусть ревность Елены вовек не потухнет, как на аренах тогдашнего Рима. В нездешней походкой к ступеням купели шагнула тридцатилетняя дева. Крещальные строки писания пропели, как вовремя к этому месту поспела. Остались мгновения и прежняя жизнь с упрямством, ошибками, непослушанием. Отрежется, смоется, свалится вниз. Они столько лет тормозили и мешали. Сегодня ты станешь частичкой братства, и церковь Христова обнимет невесту. Придется мужать и за звание драться. Целуешь впервые даруемый крестик. Твой путь в житиях обозначился четко. Желаю тебе благосвестницей стать. Паститься не стать, разжиревшую теткой, и сохранить свою юную стать. Желаю всю жизнь быть невестой Иисуса. Одежды крещальные, свято в люсти. Пылать благовестием, и змей не подкусит. Мы ждем киприанов и нежных устин. 6 августа 2007 года. Игнатий Лапкин.